Все в этом мире, все мусульмане мира говорят о Газе. По новостям, в фейсбук, в твиттере, в кофейнях, за обедом и за ужином. Практически каждый мусульманин говорит о Газе. И по правде говоря, умма находится в очень и очень плачевном состоянии. Мои братья и сестры, печально видеть, насколько мусульмане в нашей умме легкомысленные и непросвещенные. Очень и очень печально осознавать, насколько мы далеки от религии всемогущего Аллаха. Это очень печально. Определенные люди дискутируют, анализируют, хотят выразить свое мнение насчет этой ситуации. Вот что происходит. Нет-нет, вот что происходит. Нет-нет-нет, вот это происходит. Если вы следите за новостями, то обнаружите, как различные группы в умме Мухаммада, мир ему благословения, спорят, ссорятся, дискутируют на тему того, что мы должны делать, а что нет. У всех возникает разная идея о том, что необходимо предпринять, как можно помочь и так далее. Весь мир, вся умма разделилась. Не хватает ясности. Вот почему я считаю своим долгом сказать вам, чтобы вы сделали шаг назад. Каждый мусульманин, мои братья, как мы всегда и говорим, должен быть искренним и честным самим собой. Я хочу сказать вам кое-что. Я знаю, некоторым братьям не понравится это слышать. Я знаю, что некоторых людей это оттолкнет. Я уверен, что вы слышали уже многое. Различные анализы, лекции, мнения шейхов. Я уверен, вы слышали все, что можно. У кого-то одно мнение, у кого-то другое, у кого-то третье, еще какое-то мнение. Анализ такого-то шейха, а какой-то брат или группа обвиняет другую группу в лицемерии. Я уверен, вы чего только не слышали. Никто из нас не живет в пещере, чтобы не знать, что происходит вокруг. То, что я скажу, это просто совет для меня самого и для любого, кто меня слушает. В конце концов, если вам не понравится то, что я скажу, то можете добавить это к списку мусора, который вы постоянно слышите и игнорируете за последний месяц. Вам не надо расстраиваться. В конце концов, это всего лишь мнение. Хорошо? Если захотите принять, то примите. Если получите пользу, хорошо. Если нет, то без обид. Знаете, это всего лишь одно мнение среди миллионов, Маши Аллах, других в уме Мухаммада да Благосовитого Аллахи приветствуют. Но если это принесет вам пользу, то, может быть, инша Аллах, с помощью Всевышнего Аллаха, у меня получится внести немного ясности в нашу ситуацию. Правда в том, что я не знаю никого, кто действительно переживает за народ Газы. Я вижу вокруг себя лишь лицемеров. Я не знаю никого, кто не мог бы заснуть ночью по причине того, что происходит в Газе, начиная с шейхов, братьев, организаций и заканчивая странами. Правда в том, мои братья, что вы должны спросить себя, является ли ситуация в Газе религиозной проблемой, религиозной войной, религиозной борьбой, или это просто гуманитарный кризис? Миллионы немусульман по миру, не имеющие понятия об Аллахе, последней жизни, религии, рае или аде, встали на сторону Палестины. Они протестуют и возмущаются, говоря, где гуманитарные законы, прекратите геноцид. и это только по причине своей человечности. Они видят фотографии, видят видеоролики из Газы, видят, как дети умирают, слышат новости, и это на них влияет в эмоциональном плане. А для некоторых людей это исключительно религиозный вопрос. Они говорят, это касается религии, а не человечности. Наших братьев и сестер притесняют. Я вижу в этом несколько проблем, и я хочу поделиться ими с вами. Если вы беспокоитесь о Газе исключительно из-за своей человечности, и это никак не связано с религией, то я испытываю к вам глубокое уважение. У меня нет с вами никаких проблем. Если вам не нравится, что невинных людей убивают, происходит геноцид, бомбардировки и так далее, то ладно, вы все-таки человек, у вас доброе сердце, но вы все равно отправитесь в ад навечно. Это ваш конец, согласно религии Аллаха. Мы находимся в мечети, в доме Аллаха. Мы не проводим политическую лекцию, мы не в ООН. Мы в мечети, поэтому мы излагаем законы Корана и Сунны, законы нашей религии. И согласно этой религии, эти милые человечные люди по всему миру, которым мы выражаем благодарность, у них добрая душа, доброе сердце, но пусть они не расстраиваются, узнав, что их ждет. Если они умрут сегодня, то отправятся в ад навечно. Они умирают в неверии. Воистину, Аллах не прощает, когда к нему приобщаются товарищей, но прощает все остальные грехи, кому пожелает. Они не верующие, они не мусульмане, и согласно Корану, они отправятся в ад. Если же ваше мнение о ситуации в Газе сложилось, исходя из религиозных убеждений, исходя из истинности и ложности религии, то я считаю, что у вас большие проблемы. Я не могу смириться с вашими чувствами. Я не могу свыкнуться с вашей злостью. Она разочаровывает меня. Я должен объяснить, что я понял. Борьба между хакпом и бателем, между добром и злом, истиной и ложью в религиозном плане не началась еще месяц назад. Она не началась сейчас. Война разве началась месяц назад? Мечеть Алякса была оккупирована 1949 года. Братья мусульмане проснулись месяц назад и начали восклицать. О, боже мой, Палестина находится в тяжелой ситуации. А, значит, теперь вы пробудились. Зашли в Фейсбук и выставили на аватарку палестинский флаг. Вы что, только месяц назад осознали, что там идет религиозная война? Или вас просто захватила волна, знаете, все протестуют, поддерживают Палестину. А как же я? Я должен присоединиться ко всем. Я должен надеть кофею. Я должен показать свою солидарность. Вы только сейчас осознали, что есть проблема. Потому что, если вы осознали только сейчас, то у вас большая проблема с вашей верой. С вами, как с мусульманами, явно что-то не так. А если вы знали о существовании этой проблемы, то этот тренд, вайб, ответная реакция тоже настораживает. почему мои братья? Пожалуйста, послушайте меня внимательно. Я прошу Всевышнего Аллаха вложить в мои уста подходящие слова. Мои братья, законы Аллаха, приписывающие отношение к мусульманам, очень и очень строгие. Я вас немного окуну в историю. До появления этой уммы, уммы Мухаммада, мир ему и благословения, до появления этой уммы существовала одна очень особенная умма под названием сыны Исраиля. Сыны Исраиля были очень сильно похожи на нашу умму. Они жили до нас. Их пророк Муса, мир ему, главный пророк сынов Исраиля, чаще всего упоминается в нашем Коране. Аллах упоминает о пророке Муси не для сынов Исраиля, а для нас. И это особенная умма, про которую Аллах рассказал в Коране именно для нас. Он сказал Мои братья и сестры, Аллах говорит в нашем Коране «Мы уже даровали сынам Исраиля Писание, власть и пророчество, хикма, наделили их благами и предпочли их мирам. Предпочли их всем остальным народам. Об этом свидетельствует Аллах. Так что же произошло с нашими предками? Что случилось с народом, что жил до нас? Они ослушались Аллаха и предали своих пророков. они нарушили договор, заключенный с Аллахом. Не единожды, не дважды, а множество раз. Аллах, Свят Он и Велик, рассказал, что произошло с уммой, которая жила до нас. Всевышний Аллах поведал нам о том, что Он проклял их. Пророки их прокляли. Аллах сказал, пророки сыновы Истраэля, которые были посланы им для того, чтобы повести их прямым путем, в итоге что сделали? Прокляли их. Почему они их прокляли? Аллах учит эту умму. Это произошло потому, что они ослушались и приступали к границе дозволенного. Аллах мог сказать, что они занимались прелюбодеянием или ростовщичеством, но Всевышний сообщил о том, что главным грехом, ставшим причиной проклятия этого народа стало что? главным грехом стало то, что они не заботились друг о друге. Кто-то из сынов Исраиля мог совершить грех, и все молча за этим наблюдали. Ой, это не мое дело, у меня своя работа, своя жизнь. Аллах сказал, как же скверно было то, что они совершали. И что случилось? Аллах Свят, Он и Велик, проклял их. Он наказал их и сказал следующее. Аллах сказал, слушайте внимательно, вот твой Господь возвестил, Аллах обещает, что это народ сыны Исраиля. Что случится с ними? Аллах сказал, Я обещаю, что до дня воскресения Я буду насылать против них, тех, кто будет подвергать их ужасным мучениям. свят и подвергнутся худшим наказаниям. Почему? Потому что они ослушались пророков Аллаха и они отвергали религию. Аллах, Свят Он и Велик, не спослал им благословения. Но они были неблагодарны по отношению к Нему. Поэтому их наказали. Не только один или два аята, но я могу провести весь день здесь с вами, объясняя вам, как много раз Аллах, Свят Он и Велик, предостерегал нашу умму от совершения тех же ошибок, что совершал народ сыновой Исраиля. Аллах послал нам нашего пророка, мир ему благословения. О, умма Мухаммада, мир ему благословения, будьте осторожны. Если вы совершаете те же ошибки, то что произойдет? Что случится, братья мои? Если вы совершаете те же самые ошибки, то ведь законы Аллаха неизменны. Пророк, мир ему благословения, сказал, «Поистине станете вы следовать обычаям живших до вас, пять за пядью и локоть за локтем. И дело дойдет до того, что если они проникнут в нору ящерицы, то и вы обязательно пойдете за ними». Пророчество сбылось. Ислам держался некоторое время, но век за веком ситуация начала ухудшаться и ухудшаться, пока мы не оказались в нашем нынешнем положении. Это умма Мухаммада, мои братья, несмотря на ее благо, несмотря на благочестие некоторых людей, утопает в грехах. Повсюду харам. Он совершается открыто. Его больше не прячут. Он повсюду. Куда бы вы ни пошли, в любой мусульманской и немусульманской стране, в любом мусульманском обществе, харам поднимается к Аллаху в размере миллионов, миллиардов грехов. Что эта умма ожидает от их Господа миров? Свят Он и Велик. Я серьезно. Что мы ждем от Аллаха? Победу, милосердие, могущество, уважение? Если вы этого ждете, то вы определенно сидите на каких-то наркотиках. Вы неправильно понимаете религию. Может быть, вы употребляете спиртное или что-то еще, но вы явно не читаете Коран. Аллах справедлив, мои братья. Аллах справедлив. Эта умма подвергается наказанию по всему миру. Палестина не исключение. Палестина – это локальное заболевание, возникшее в больном организме. Это уязвимый организм, подверженный раку, спиду и эболе. Представьте того, в чьей крови находятся 10-20 вирусов. Все симптомы на лицо. Глаза опухли, почки отказывают, печень поражена, проблемы с ногами. И когда этот пациент со всеми этими заболеваниями видит один симптом, он приходит в ужас. О, боже мой, что с моим пальцем? Что с твоим пальцем, брат? Да все твое тело разваливается, а ты спрашиваешь, что с твоим пальцем? Я давал хутбу на этом минбаре миллион раз. Я говорил, братья, эта умма должна вернуться к Аллаху, иначе все это будет продолжаться. Наказание Аллаха просто меняет места. Это все та же умма, те же люди. Нет ничего под названием палестинская национальность, но есть умма Мухаммада, мир ему и благословение. В один день это Кашмир, следующая Босния, следующая Сирия, следующий Йемен, следующий Египет, а следующий Ливан. Скоро это может стать Австралия. Если вы не будете реагировать на каждый симптом, что появляется в организме, то вы не сможете понять, насколько серьезные проблемы коснулись уммы Мухаммада, мир ему и благословение. Послушайте хадис нашего пророка, саллиллаху алейхи васалям. Слушайте внимательно слова учителя, которого Аллах послал нам, чтобы нас обучить. В хадисе Бухари приводится, что он да благословитого Аллах и приветствует сказал, если вы начнете заниматься ростовщичеством, айна это необычное ростовщичество, айна это манипулятивное ростовщичество, это тип контракта, который буквально является ростовщичеством, но знаете, проводится обходными путями, но в конце концов это ростовщичество, но оно спрятано и замаскировано под маской халяльного контракта, но на самом деле это просто ростовщичество. Я знаю, что это риба. Мужчина, с которым заключая контракт, тоже знает, что это ростовщичество, но мы делаем вид, что это не риба, это айна, понимаете? Риба, сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, вы видите вокруг айна, сейчас мы не замечаем его, у всех два-три дома, риба распространена в немусульманских странах, на территории войны, но посмотрите на умму Мухаммада в Египте, в Саудусской Аравии, Катаре, в Эмиратах, они сердце уммы, но системы всех этих стран основаны на ростовщичестве открытым образом. Если вы займетесь торговлей с айна и ухватитесь за хвосты коров и займетесь посевами, то есть станете фермерами, все станут фермерами, у них, маше Аллах, есть участок земли, маше Аллах, они занимаются своим делом, расширяют его. И ты доволен и ограничиваешься своей феррмой, культивацией, своей дуней. Ты можешь быть инженером, бухгалтером, юристом, у тебя прекрасная жизнь, маше Аллах. Ты беспокоишься только о дуне, только о заработке денег. Ты совершенствуешь свой образ жизни. Вот что сказал пророк Мухаммад, салли Аллаху алейхи вассалям. Если вы занимаетесь торговлей с айна и ухватитесь за хвосты коров и вы займетесь посевами и оставите джихад на пути Аллаха, чтобы распространить его религию на земле, что случится? Это не мои слова. Это закон, упомянутый 1400 лет назад. Может быть, умма не хочет о нем знать, не хочет его слышать. Что случится? Он да благословит его Аллах, приветствует, говорит нам, что случится. Всевышний Аллах нашлет на вас унижение до тех пор, это унижение, этот зульм никогда не прекратится, пока вы не вернетесь к вашей религии. Нет никакого другого пути, мои братья. Любой, кто хочет обращать внимание на новую проблему, на новый симптом больного организма уммы, который возникает где-то в мире, не понимает, что происходит. Что же происходит, мои братья и сестры? Аллах, Свят Он и Велик, наказывает эту умму во всех уголках земли. Из-за чего? Из-за того, что умма оставила свою религию. Из-за того, что дома Аллаха пусты. Из-за того, что грехи совершаются открыто. Из-за того, что женщины сняли свой хиджаб и показали свой аурат. А мужчины, сидя дома, не испытывают ревности к своим женщинам. Сколько же грехов восходит к Аллаху, Свят Он и Велик, начиная с востока в Австралии до запада в Америке. Подумайте об этом. О каждом грехе, что доходит до Аллаха. Подумайте вот о чем. Сколько же грехов восходит с мусульманских стран от самих мусульман. Каждый грех, который поднялся вверх, приносит что? Мусыба. Несчастье. Всевышний Аллах сказал, Любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки. И он прощает вам многое. Но вы должны ощутить это несчастье, чтобы пробудиться, чтобы вернуться к своей религии. Поэтому любой легкомысленный человек, который думает, что это всего лишь локальная проблема, что эта проблема есть только в Палестине. Брат, ты где был? Проблема не в Палестине. Проблема существует по всему миру. Проблема существует в абсолютно каждом уголке земли. На самом деле, если у вас есть правильное понимание религии, то мне жаль это говорить, но Палестина, особенно Газа, это одно из самых благополучных мест. Если ситуация в Газе пожирает вас изнутри, то знайте, что с религиозной точки зрения то, что происходит в Газе, это глоток свежего воздуха. Почему? Я не знаю, посещали ли вы раньше Газу, но, хвала Аллаху, мне удалось ее посетить. Австралийцы не имеют понятия, что значит проживать свою жизнь, осознавая, что в любой момент, в любой день ты и твоя семья могут не дожить до утра. Мы не знаем этого чувства. В Австралии, по-моему, вчера пропало связное несколько часов. И все. Люди начали паниковать, падать в обморок на улицах. Ааа, мой телефон не заработает. Люди пытались позвонить в полицию, ходили в участок. Ааа, как же теперь жить? Несколько часов не было связи, и континент практически развалился. Вы не знаете, что значит жить под обстрелами 24 на 7. Я буду все-таки честен. Я не думаю, что все жители Газы вдохновляют, и все палестинцы очень религиозные. Там тоже есть харам, испорченность. Там тоже совершают грехи. Но в какой-то степени, совершенно определенно, они намного более религиозны, чем большинство мусульман в наше время. Потому что они живут под угрозой лишения жизни каждый день. Каждый день они находятся в топе, маше Аллах, я бы сказал, составляют 10%. Они сохранили свою религию, они помнят о следующей жизни, они делают дуа, их мечети переполнены, хафизов, Корана, в избытке. Посетив Газу, очень-очень сложно найти женщину, которая не покрыта должным образом. Очень сложно. Почему? Потому что Всевышний Аллах благословил их этим испытанием. Жители Газы знают, что жизнь непродолжительна, что завтра они могут умереть, у них нет комфорта, роскоши, они определенно намного сильнее боятся Аллаха. Так что с религиозной точки зрения, почему вы так опечалены? Аллах, Свят Он и Велик, принимает шахидов. Аллах, Свят Он и Велик, благословляет их. Этот человек, который погибает, будучи хорошим мусульманином, он отправляется сразу в рай. Почему мусульмане так опечалены? Почему они должны расстраиваться, когда их братья и сёстры отправляются в рай? Они должны расстраиваться тогда, когда видят, что в Саудовской Аравии, возможно, в 50 километров от Каабы проводятся большие церемонии, парады, выступают самой известной знаменитости. и это в 50 километров от Каабы. Поют звезды, распространились несчастье и порочность, иконы куфра безбожия выставляются на всеобщее обозрение. Кто-нибудь молится за Саудию? Видишь ли ты хоть одного мусульманина, который не может спать, переживая за дом двух святынь? Кто-нибудь делает за них дуа? Кто-нибудь делает дуа за Дубай? Я не вижу, чтобы кто-нибудь делал дуа за заблудших мусульман в Австралии? Людям все равно? Вы знаете, сколько харама есть в Австралии? Знаете, сколько нечестия происходит здесь? А, вы не знаете. Вы знаете, сколько мусульман в мире стали геями и гомосексуалистами в наше время? Вы видите, что происходит в мире? Или вы совершенно ничего не замечаете? Правда в том, что мы беспокоимся не по религиозным причинам. Мы беспокоимся точно так же, как и эти гуманные люди, понимаете? Когда кто-то погибает, ой, мне так плохо, эти фотографии не дают мне покоя. Каково же решение? Что нам нужно делать? Может быть, будем подчиняться приказам Аллаха? Мы же все поняли, до нас дошло послание, иншаллах, как умма. Мы вернемся к Господу, покаемся перед Ним, подчинимся Аллаху, вернемся к джигаду на пути Аллаха, вернемся к да'авату, вернемся к тахаджиду, раскаемся перед Аллахом за наши грехи. Нет, 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 мы это не сделаем. Мусульмане по всему миру делают две вещи сейчас. Пожалуйста, если вам не нравится, что я говорю, то, как я и сказал, не обижайтесь, не расстраивайтесь. Большинство мусульман заняты двумя вещами сейчас. Одна из них еще отвратительней, второй. Они оба отвратительные, но одна возмущает еще больше. Многие мусульмане, которых я знаю лично, я не говорю о том, которых не знаю, чтобы никто не мог сказать, может ты чего-то не понимаешь, я не тупой. Многие мусульмане, которых я знаю лично, которые не совершают намаз в мечети, не заботятся о религии, о следующей жизни, о Коране, ни о чем. Их жизнь полна грехов, но вдруг происходит это событие, и они становятся самыми большими палестинскими активистами. И эти люди даже хотят призвать к ответу людей, которые работали на пути Аллаха годами, пока он ослушался Всевышнего Аллаха. Они говорят, братья, ну что же вы проявляете активность? Вы должны чаще говорить о палестинском вопросе. Одна группа такова. Они поглощены фейсбуком, твиттером. Я не хочу произносить ничего обидного, но знаете, если вы сидите в фейсбук, если у вас есть аккаунт в фейсбук, то мне действительно жаль это говорить, но это означает, что вы находитесь по другую сторону. Вы на темной стороне. Если вы сидите в фейсбук, если ваша жена зарегистрирована в фейсбуке, то что-то не так с вашей религией, если вы этого не понимаете, то вам предстоит еще долгий путь, мои братья. Если вам кажется, что проблему можно решить тем, что вы, маша Аллах, будете надевать кофею и ставить палестинский флаг на аватарку, если вам кажется, что нашу проблему можно решить подобным образом, то вы нуждаетесь в религиозном образовании. И хуже этих людей те, которые верят в систему куфра. Да защитит Аллах от этого. Некоторые люди настолько глупы, что я не понимаю, где они живут. Они живут с нами на этой планете или на Марте или где-то еще. Эти люди все еще верят в систему куфра. Они говорят, брат, знаешь, наши голоса должны достичь власти. Брат, ты с кем вообще? Ты с нами? Ты живешь с нами на одной и той же планете? Каждый мусульманин должен пойти и просить чего-то у такого-то. Братья мои, Аллах Свят, Он и Велик создал эту умму для того, чтобы мусульмане стали лидерами в этом мире. Но сейчас эти люди утверждают, что нужно направить все усилия именно на то, чтобы пойти к неверующему, притеснителю и сказать ему, пожалуйста, соблюдайте устав ООН. Ну, пожалуйста, где ваша человечность? Где ваше сострадание? Они действительно верят в эту систему, как и верят демократию. Они верят в то, что если достаточно мусульман поднимутся, то страна, Австралия, поменяет свою внешнюю политику. Я не знаю, осознают ли эти люди, что вообще происходит. И я не говорю про политику, я не политик, но я скажу то, что знают все в этом мире. Хабиби, твоему сведению, Австралии нет никакой внешней политики. Она, как и многие другие страны в этом мире, в том числе Египет, Саудовская Аравия и остальные арабские страны, не может пойти против Америки. Они не могут себе этого позволить. Мировой порядок, по которому мы живем, это мировой порядок притеснителя. Это результат мировой войны. Произошла война. Может быть, вы были еще молоды. Я не знаю и не читали истории, но произошла война и некоторые страны встали у руля. А потом они придумали законы. Они установили систему и разделили блага, понимаете? Они создали ООН. Они сказали, если вы хотите основать страну в этом мире, то вам надо обратиться в эту организацию и мы будем решать, признаем мы существование вашей страны или нет. Если мы не признаем, то в наших книгах мы не будем указывать вашей страны. Они создали, как это называется на английском, я не знаю, определенное право или что-то вроде того. А, вета. Представьте себе, что мы сидим на собрании. Например, среди нас 10 стран. И каждая может выражать свое мнение. Они разрешают тебе говорить, они же хорошие люди. Они слушают мнение каждого. Нам позволено выражаться любое свое мнение, которое мы считаем нужным. Но если они скажут, вета, то что случится? Что случится? Вета, все. Можешь убираться, с тебя достаточно. Это есть система, в которой мы живем. Если вы действительно думаете, что у нас есть свобода выбора и так далее, то вы стали жертвой СМИ и их промывки мозгов. Вы думаете, что если достаточное количество мусульман, ма ша Аллах, выйдут на улицу, то премьер-министр страны, кто бы там ни был, поменяет свое решение и скажет, например, «О, мы против Израиля теперь!» «Аллах Всемогущий!» «Какие вы наркотики принимаете, я не понимаю!» Но вот настолько слабая у нас умма, вместо того, чтобы покаяться перед Аллахом, вернуться к нему, просить у него прощения и подчиниться ему, чтобы он вернул в этой умме ее честь и достоинство, мы хотим проводить протесты со смешиванием полов, где мужчины и женщины выходят на улицу, ма ша Аллах, и некоторые женщины даже без хиджаба. Представьте себе, что ваша сестра вышла без хиджаба и кричит «Свободу! Свободу Палестине!» А все мужчины кричат «Молодец! Молодец, сестра!» «Ты настоящий солдат! Ты лучше всех этих шейхов!» «Ты лучше ученых, сестра!» «Потому что ты выступаешь против притеснителей!» «Против кого ты выступаешь?» «Я не понимаю, против кого ты выступаешь!» «Кому ты обращаешься?» «К кому?» «Ты думаешь, эти западные страны не знают, что происходит?» «Ты думаешь, они не в курсе?» «До них не дошли новости?» «Нет-нет, они говорят!» «Мы должны показать им, что происходит в Газе, потому что...» «Потому что они не знают!» «Мы должны распространить информацию!» «Вы думаете, они не знают, что происходит в Газе?» «Вы вообще в этом мире живете или нет?» «Посмотрите, вот настолько слаба эта умма!» «Вместо того, чтобы вернуться к Аллаху, они решают...» «Нет, мы пойдем на протест со смешением полов!» «Может быть, из-за этого 10 тысяч мусульман снова пропустят намаз в мечети?» «Там будут девушки без хиджаба и с хиджабом!» «Пусть Аллах простит нас всех!» «Лишь Всевышний знает эти намерения людей!» «Но каждый мужчина хочет показать солидарность своим братьям!» «Они будут стоять и слушать там прекрасную проповедь!» «Записывать все в эфире!» «Будут кричать и показывать, как сильно, ма-ш-а-ллах!» «Они беспокоятся о Палестине!» «Но после протеста, инш-а-ллах, все отправятся домой и устроят барбекю, собравши все вместе!» «И, возможно, пропустят обеденный и послеобеденный ночные намазы!» «Я не утверждаю, что все такие!» «Но я имею в виду, что мне необходимо понять, для чего вы предпринимаете эти усилия!» «Что вы пытаетесь делать?» «Например, представим, что один миллион мусульман в Австралии вышли на протест!» «Думаете, оставшаяся часть австралийцев проснется утром и скажет, «Знаете, один миллион мусульман протестуют! Мы должны поменять нашу внешнюю политику!» «Мы должны сказать Америке!» «Все, мы больше не твои союзники!» «Мы не нуждаемся в твоей поддержке!» «Мы не хотим, чтобы ты нас защищал!» «Нам не нужны твои атомные подводные лодки, за которые мы заплатили миллиарды долларов, потому что один миллион австралийских мусульман расстроены!» «Вы думаете, что…» «То так все произойдет, братья!» «К этому ты стремишься, сестра!» «О чем вы только думаете?» «Хабиби, если вы думаете, что это религиозная война, то вам необходимо понять, что это и есть религиозная война и война за выгоды!» Израиль замышлял начать эту войну в это время именно с теми странами, у которых вы сейчас пытаетесь что-то выпрашивать. Они одурачили вас. «Проходи, приходи, я тебя послушаю, и клянусь Аллахом, я хочу выслушать твое мнение, пожалуйста, говори! Твое мнение очень важно для меня, пожалуйста, выскажи его!» «Как ты думаешь, что нам нужно сделать?» «Ответ, остановите геноцид!» И потом несколько передач и ток-шоу по телевизионным каналам и на этом все заканчивается. И вы думаете, они не знают, что происходит? Они все знают, что это поддерживают. Они это одобряют. Они отправляют оружие и военных оказывают полную поддержку. Когда произошли события 11 сентября и 3000 американцев были убиты за один день, никто не выставлял флаг Америки на аватарку. Австралия не выставляла американский флаг в Сиднейском оперном театре. Америка – их босс. Когда Америку бомбили, никто не выставлял американский флаг в оперном театре, понимаете? Это было невозможно по технологическим причинам. А, тогда еще не могли так делать. Это был 2001 год. Как бы там ни было, тогда следующий день все страны, Сталина, за Америку. Вы должны понять, как устроен этот мир. Единственный союзник мусульман сейчас кто? Путин. Вы ожидали такое? Россия вышла вперед и сказала, что палестинцев действительно притесняют. Знаете почему? Потому что нас используют для прокси-войны. Знаете, что это такое? Наша земля, наша территория настолько не имеет значения, настолько она не участвует в игре, насколько мы унижены, что главные супердержавы в этом мире сражаются друг против друга на нашей земле. Они не хотят сражаться напрямую друг с другом, потому что они обладают очень опасными атомными бомбами. И что они делают? Ты вместо того, чтобы ударить меня, будешь бить моего человека, а я вместо того, чтобы ударить тебя, буду бить твоего человека. Вот и все. Вот так это работает. Вы всего лишь марионетки, и вам раздают пощечины. Вот и все. Вот что происходит сейчас в мире. Неужели вы этого не замечаете и думаете, что надо пожаловаться в ООН и рассказать им все? Этот глава ООН, я не знаю, как его зовут, Гутты решили что-то такое. Он вышел и сказал, ой, знаете, то, что происходит, это очень плохо, так нельзя делать. Израиль ему просто ответил, что ему пора оставить свою должность и уйти в отставку. Но мусульмане все еще верят. Нам нужно созвать лобби, нам нужно распространить информацию и так далее. Господи, в каком же унижении находится эта умма? Настолько, что некоторые люди все еще верят в систему, они ей доверяют. Они думают, что можно созвать лобби, вести переговоры, сотрудничать с политиками, и политики, инша Аллах, помогут им. Клянусь Аллахом, это вне моего понимания. Я считаю, что все это очень, очень печально. Это невероятно печальная история. Тяжело видеть то, что происходит вокруг. И даже те, кто хотят что-то предпринять и чувствуют вину, видят самое лучшее решение в том, чтобы выйти на улицу и спеть, держась за ручки все вместе, мусульмане, и не мусульмане. Может быть, еще снимут какой-то ролик, напевая палестинский гимн или что-то вроде того, и будут думать, что смогут изменить ситуацию в мире. Как бы там ни было, люди могут со мной не согласиться. Они могут сказать, нет, брат, клянусь Аллахом, ты не прав. Эти люди поистине искренние. Пусть Аллах вознаградит их, если они искренние. Пусть Аллах воздаст им за это. Но я знаю наверняка, что протесты бесполезны. Если вы думаете, что протестами можно что-то решить, то вы не понимаете, что происходит в мире. Если вы думаете, что выложив палестинский флаг на фейсбуке, вы распространяете информацию, то опять же, пусть Аллах вознаградит вас за ваше намерение. Но это не то, что от нас требуется. От нас требуется следующее. Слушайте меня внимательно. Что же нужно сделать? Я вам скажу. Если вы хотите принести пользу умме, то от вас требуется вернуться к Аллаху. Ничего не изменится до тех пор, пока большинство из уммы не вернется к Аллаху. Здесь нет никакого быстрого решения. Если кто-то думает, что же я могу сделать прямо сейчас? Нет никакого прямо сейчас. Ничего невозможно сделать сию минуту. Умма нуждается в перестройке. Умма нуждается в коллективном возвращении к религии Аллаха. Если этого не произойдет, то делайте, что хотите. Можете выкладывать, какие хотите повязки на локальную рану, какие что хотите делайте. Что бы вы ни делали, это не сработает, потому что крови полно яда. Организм слишком слабый. Организм погибает. Это не локальная проблема. Ирак, Сирия, миллионы, миллионы погибли. Также миллионы сейчас умирают без ислама. Харам распространился по всему миру. Но никого это не волнует. Это никого не тревожит. Никто не делает дуаус за Саудовской Аравию. Никого не волнует то, что пока мусульман в Газе бомбят, люди в Ириаде танцуют и веселятся. Никто не волнуется за Саудию. Все беспокоятся только за Палестину, понимаете? Никто. Правда в том, братья и сестры, что нас это не волнует. Если вас это волнует, то есть только одно решение. Нет никакого другого решения проблемы. Нет никакого быстрого, легкого способа решения проблемы. Единственным способом пройти это испытание является возвращение уммы Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям к Аллаху. Нужно задать следующий вопрос. Как умме вернуться к Аллаху? Все очень и очень просто. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям пришел в эту умму, когда она была в намного более плачевном состоянии. Каабе поклонялись 360 идолам. Представьте себе, Кааба символ Единобожия, имела 360 идолов, которым поклонялись помимо Аллаха. И пророк саллаллаху алейхи вассалям начал выполнять свою пророческую миссию. Аллах покровитель тех, которому веровали. Он выводит их из мрака к свету. Он начал с одного. Потом их стало два. Потом четыре. Потом десять. Потом двести. И тогда религия Аллах распространилась. В умме произошла революция, которая изменила карту мира. Нет никакого другого решения. Нет никакого другого способа. Если вы хотите помочь, то вам надо перестать грешить. Ученые приводят такой пример. Слушайте внимательно, и пусть Аллах меня облегчит. Представьте себе бассейн. В этом бассейне есть сигнализация. И каждый раз, когда уровень воды в бассейне снижается до какого-то определенного уровня, что происходит? Эта сигнализация срабатывает. Если я приду с ведром и начну вычерпывать воду из восточной стороны бассейна, то повлияет ли это только на восточную сторону бассейна? Или уровень воды снизится во всем бассейне? Уровень воды во всем бассейне снизится. Если кто-то придет и начнет вычерпывать воду из северной стороны бассейна, то что произойдет? Уровень воды бассейна опять снизится. Я возьму воду отсюда, он возьмет оттуда. Грех совершать там, харам распространится здесь, и уровень имана будет падать и падать, пока не достигнет определенного уровня. Тогда сигнализация сработает, и Аллах не спошлет наказание. Неважно, где это произойдет. Так устроен мир, созданный Всевышним Аллахом. Наказание может настигнуть где угодно. Где-то произойдет цунами. Посмотрите на Ливию, на Марокко. До них это коснулось Турцию. Это происходит повсюду. Наша очередь скоро настанет, не расслабляйтесь. Индию это ждет очень скоро. Моди уже идет за ними. Индийцы думают, мы в безопасности, слава Аллах, у нас демократия. Но Моди придет за ними очень скоро. Южная Африка тоже стоит на очереди. За ними придут очень скоро. Это происходит по всему миру, мои братья. Любой, кто раскроет глаза, сможет это увидеть. Каждый народ, каждый мусульманин находится в опасности, пока грехи поднимаются к Аллаху. Сегодня вы смотрите новости, завтра вас будут показывать по новостям. Сегодня вы смотрите на палестинских детей, завтра это будут наши дети. Между нами нет никакой разницы. Мы все принадлежим одной умми. Нет никаких национальностей. Грехи поднимаются, наказания не спосылаются. Происходит то же самое, что и с бассейном. Если кто-либо наберет немного воды и нальет ее в бассейн, это то уровень воды в бассейне увеличится. Вода поднимется во всем бассейне. Каждый мусульманин, который вернется к Аллаху и будет помогать тем, кто его окружает, также вернется к Аллаху. Поможет уме Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, снова обрести силу. И абсолютно каждый мусульманин, совершающий грехи, каждый молодой парень, просматривающий харам ночью, когда его никто не видит, ни мать, ни отец, ни брат, ни жена, когда он один ночью включает интернет и смотрит харам, его грех, клянусь Аллахом, оказывает негативное влияние на Палестину, Сирию, Йемен и Австралию. Твой грех поднимается наверх и собирается в кучу со всеми остальными. И следом, несчастья не спасаются на людей по предопределению Аллаха. Сегодня Пакистан, завтра Австралия, затем Индонезия. Как пожелает Аллах? Ты хочешь помочь уме Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям? Тогда тебе необходимо вернуться к Аллаху и помочь остальным к нему вернуться. Чем больше ты сможешь сделать, тем лучше. А все эти «Ой, брат, надо созвать какие-то лобби или поговорить с таким-то, пожаловаться тому-то» не работает. Я слышал, как один брат сказал, «Маша Аллах, у нас есть Твиттер». Твиттер? Это единственная социальная сеть, которая позволяет выкладывать любой контент из Газа и Палестины. Какой же хороший человек этот Илон Маск? Чуть ли не мусульманский воин, муджаид на пути Аллаха. Брат, мужик только что выкупил Твиттер, и он хочет привлечь больше людей в свою сеть. Ему просто нужны новые пользователи. А ты говоришь, давайте используем эту возможность, давайте радоваться. Если ты думаешь, что какой-то совет или политики что-нибудь изменят, то нет проблем. Это твое мнение. Твазаст Аллах тебе благом. Можешь продолжать так думать. Но я клянусь Аллахом, даже если все из нас сегодня выйдут на протест, это ничего не изменит в мире. И мусульмане сейчас все кричат, «Где эти все арабские армии? Арабские армии? Ты что, из Ла-Ла-Лэнда? Ты что, из другой планеты? Какие еще арабские армии?» Они говорят, «Почему Египет не вмешивается? Где египетская армия? Египетская армия спонсируется Америкой уже последние 70 лет. США выделяют египетской армии один миллиард долларов каждый год». А, что? Два миллиарда долларов? Представьте себе, Америка дает им два миллиарда долларов и спонсирует уже 70 лет. Думать, они вдруг скажут, «Давайте мы пойдем войной на Америку?» Ваше оружие американское. Ваши самолеты американские. Ваши тренировочные программы американские. Вся страна принадлежит Америке. Мы даже не умеем изготавливать себе свое собственное оружие. Они говорят, «Почему Цаудоско-Аравия не бомбит Израиль?» «Ты чего?» «Ты где вообще был?» «Где ты находишься?» «А, они должны что-то сделать!» «Брат, все наши страны оккупированы». «Они все оккупированы!» «О чем ты вообще думаешь?» «Брат, если ты действительно беспокоишься, как мусульмане на Палестине и о других проблемах в мире, то, пожалуйста, ради Всевышнего Аллаха, начни с себя, а потом работай без устали с теми, кто находится вокруг тебя. Если у нас получится, просто представьте, что мусульмане сильные сплотились. Представьте, хвала Аллаху, мы все объединились, мы все хотим измениться к лучшему. Просто представьте это. Мой шех бывало говорил, «Представь себе, что тебе приснился сон. Представь себе, что в один день всего лишь, в один день все мусульмане Египта собрались бы совершить утреннюю молитву в мечети. В Египте живут 90 миллионов мусульман, скажем, половина из них это женщины и дети. Просто представьте, если бы 40 миллионов мусульман совершили утреннюю молитву в мечети, что бы случилось в Израиле? Это религиозная война, мои братья, понимаете? Есть очень известное выражение. В Израиле говорят, не переживайте. Не переживайте об этих мусульманах до тех пор, пока количество молящихся в пятницу превышает количество молящихся на утренней молитве. Пока они в таком положении, мы в безопасности. Когда нам нужно бояться? Когда нам нужно беспокоиться? Мы будем беспокоиться тогда, когда количество мусульман на утренней молитве будет столько же, сколько в пятницу. Когда мы придем в мечеть Аль-Нур и обнаружим людей, совершающих утреннюю молитву снаружи мечети, вот тогда нам нужно беспокоиться. Вот тогда умма будет на что-то способна. Но до тех пор можете протестовать, петь, танцевать, митинговать весь день и ночь. Пусть каждый мусульманин наденет кофею или сделает татуировку с палестинским флагом, но, клянусь Аллахом, ничего не изменится, потому что вы не с нами на этой земле. Если вы хотите помочь, то есть только один способ, одна система. Аллах говорит следующее, послушайте внимательно, и на этом я закончу, иншаллах. «Слушайте, сказал Аллах, Свят Он и Велик». Аллах сказал это. Я закончу. Аллах дал обещание. Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и совершали праведные деяния. Аллах обещал тем из вас, что он непременно сделает их наместниками на земле. Это не мое обещание. Это обещание Аллаха в Коране. Он непременно сделает их наместниками на земле, подобно тому, как он сделал наместниками тех, кто был до них. И Аллах сделает религию ислам доминирующей. И Аллах сменит их страх на безопасность. Как? Если они будут поклоняться Аллаху должным образом, будут делать сдаават как следует, будут давать милостыню как следует, будут соблюдать религию Аллаха так как следует, и будут беспокоиться о мусульманах этой уммы так как следует. Когда эта умма начнет выполнять работу, которую выполнили пророки, то тогда и только тогда можно будет добиться изменений. Все остальное, я вас уверяю, не сработает. Если вы ходите на протесты, ходите, пусть Аллах вас за своим благом. Если хотите выкладывать посты в Facebook или записывать видео на YouTube, чтобы распространить информацию, то пусть Аллах вас за своим благом. Пусть и Вышний вас благословит. Если вы хотите обратиться в ООН или призвать их к суду и так далее, то делайте, что хотите. Но я вам говорю, ничего не изменится. Эта система, которую установил Аллах, не меняется. Она не меняется. Есть только одна система. Вернитесь к Аллаху, и победа будет ваша. Отвернетесь от Аллаха, и наказание вас настигнет. Просто посмотрите на умму, и вы увидите все ответы перед собой. Закончим на этом, инша Аллах. Пусть Аллах, Свят Он и Велик, простит нас. Пусть Вышний Аллах избавит умму Мухаммада, салли Аллаху алиху салям, от несчастий. Пусть Аллах, Свят Он и Велик, поможет всем, кто мучается в Газе, Палестине, братьям, сестрам, невинным людям, которых мучат и истязают. Пусть Он избавит их от страданий и боли. И пусть Аллах наставит нас, чтобы мы переживали и беспокоились о состоянии имана, о грехах, о братьях и сестрах этой уммы. Пусть Он поможет нам изменить наши сердца, вернуться к Аллаху правильным образом и работать сообща, чтобы снова возвысить религию Всевышнего Аллаха. Субтитры создавал DimaTorzok